Добрый день! Сегодня мы поговорим про домофонию и решение для безопасности от компании Fanville. Достаточно много новинок появилось в последнее время, и это является поводом еще раз вспомнить и обозреть всю линейку. Немножко, конечно, слукавил на этом слайде, чуть меньше 20 лет существует компания Fanville, но если вы смотрите наш вебинар в записи через какое-то время, то для вас это уже является правдивой информацией. Вот так на картинках выглядит офис в Китае. Действительно, бренд уже достаточно известный, зарекомендовавший себя. Наверняка вы все про него знаете и слышали, по крайней мере, в отношении СИП-телефонов. Но это далеко не все продукты, не только офисные IP-телефоны делают компания Fanville, но и другие линейки. И вот как раз мы, компания Appymatica, с 2016 года являемся мастер-дистрибьютором в СНГ, но специализируемся лишь на нескольких линейках, а именно демофония, решения для отелей, телефоны для колл-центров и оборудование для СИП-оповещения. Сегодня поговорим как раз про одну из этих категорий. И мы с радостью и гордостью говорим о том, что не просто занимаемся перепродажей оборудования, также оказываем техническую поддержку, гарантийное обслуживание, локализацию продуктов, перевод инструкций, например. Помогаем партнерам в проектах с пресейлом. И склады у нас есть пока что в четырех, в ближайшем времени в пяти городах России. Так что готовы всячески вам помогать и оказывать консультации и всевозможную помощь, если что обращайтесь. Продукты компании Funvel для демофонии и безопасности в первую очередь отличают исключительное качество звука и голоса, HD-аудио и HD-видео с встроенными камерами, соответственно, видеодомофоны до двух мегапикселей. Базово мы также говорим о разных вариантах контроля доступа и входа в помещение. В зависимости от модели устройства посетитель или гость может зайти внутрь помещения по паролю, по RFID-карте или с помощью дистанционного доступа, позвонив диспетчеру или на какой-то пункт мониторинга или охраннику, который его, соответственно, впустит. Конкретно про модели поговорим чуть позже. Сферы применения базово — это, конечно, любые скопления массовой людей, где требуются какие-то кнопки SOS, варианты оповещения, позвать на помощь. Конечно, если мы говорим про улицы, города, то здесь не так часто требуется на открытом пространстве контролировать какие-то двери и обеспечивать физический доступ к помещению. Но те же самые устройства от FAMIL прекрасно работают и как интеркомы, устройства экстренной связи с возможностью оповещения. Конечно же, также всевозможные паркинги, достаточно частый случай — это связь с оператором в районах установки каких-то шлагбаумов, пунктов пропуска, отели. Конечно же, офисные здания при входе в офисное помещение, как, например, в нашем офисе, куда же без IP-домофона. И, может быть, немножко забегая вперед, хочу сказать, что мы действительно довольны, и все прекрасно работает. Видеосигнал также идет на ответственных сотрудников, которые сидят за тем, кто пришел, зачем пришел, нужно ли открыть дверь и впустить человек. Торговые центры, куда же без них. И действительно, частый случай применения подобного оборудования — это тюрьмы и места различные ограничения свободы. Действительно, там часто и много требуется надежное оборудование для контроля доступа, для оповещения и возможности экстренной связи. Один из примеров, один из кейсов также — это автозаправки, которые работают в автоматическом режиме. Но если нужно связаться, задать какой-то вопрос, вот, собственно, на интеркоме Fanville i12 можно нажать на кнопку и получить нужную консультацию. Устройства от компании Fanville обладают мультизащитой. Конечно, есть серия для внутреннего использования, есть продукты для использования вне помещения. Говоря о мультизащите, конечно, в первую очередь мы говорим именно об уличных устройствах, которые обладают степенью защиты IP65 и К10 и защищены, могут работать в экстремальных температурах от минус 40 до 70 градусов. Кратенько буквально напомню, если вдруг кто не знает, если мы говорим, что степень защиты IP65, то по первой цифре шестерка — это самая высокая степень пыли непроницаемости из семи имеющихся уровней от 0 до 6. И вторая цифра в этом обозначении, пятерка, — это защита уже от воды, а конкретно от прямых струй, которые могут быть направлены на устройство. Так что дождь, осадки уличным устройствам фанвилл не страшны. Конечно, вряд ли понадобится когда-то погружать под воду, поэтому, естественно, более высоких значений, таких как, например, 7-8, здесь не требуется. Ну и ИК-10 — это самая высокая степень защиты по этому параметру, вандалоустойчивая защита от ударов, что соответствует 20 джоулям или падению груза весом 5 килограмм с высоты 40 сантиметров. Так что в этом отношении у продуктов фанвилл все хорошо. Кратко пробежимся по модельному ряду. Устройство АИ-12 уже достаточно давно на рынке, о нем, наверное, подробно вам уже рассказывать не стоит, я думаю, вы все про него слышали и знаете, но с недавнего времени мы также представляем модель АИ-12N02P, оснащенную двумя кнопками. По умолчанию это кнопки SOS и INFO, но в случае каких-то специальных проектов, больших запросов, обращайтесь, теоретически все возможно кастомизировать, ну и, например, даже поменять цвет кнопочек, если по каким-то причинам красное-синее сочетание не устраивает. Разница в рекомендованной розничной цене, как вы видите, не такая большая, всего 30 долларов, но и те, и другие устройства отличаются, конечно, высокой надежностью, простотой в использовании и характеристиками, позволяющими им работать вне помещения. Ну и также можно отдельно отметить наличие двух крылев и возможности управлять сразу двумя дверьми. Такие кейсы тоже бывают, когда, например, на одном этаже две квартиры или два офиса, тоже можно реализовать и решить интересные задачи. Более высокая модель в линейке i18s, кроме небольшого отличия в дизайне, как видите, дополнительный козырек присутствует у этой модели, основное в том, что устройство оснащено HD-камерой и, соответственно, уже передает не только аудио, но и видеосигнал. Розничная цена уже, конечно, больше, но здесь это объяснимо. Если i18s достаточно редко используется, можем, честно сказать, под какие-то специальные проекты, запросы, где они нужны, то вот эта модель i20s можно назвать, пожалуй, хитом продаж. Их уже действительно много было продано и установлено в России. И они пользуются популярностью. Также у нас есть всегда достаточно большой сток по этим моделям, так что если вам интересно, например, протестировать, заложить какие-то проекты, можете никогда не волноваться о том, что они будут в наличии. Их можно оперативно закупить практически в любых количествах. Модель не такая дорогая, всего 252 доллара. И используется она в инсталляциях внутри помещения. Это, конечно, уже не уличная модель. Ну и в том числе она не оснащена видео, как вы можете заметить. И здесь сразу хочу сказать, что на эту модель сейчас действуют сразу две акции, которые вы можете использовать и транслировать, например, на своих заказчиков или сами получать бонусы. А если нужны будут подробности, обращайтесь, все расскажем. Идем дальше. i30, еще более высокая модель. От, собственно, i20 она отличается уже наличием HD-видео. В остальном все плюс-минус то же самое. Полноценная клавиатура, считыватель RFID-карт, дополнительная кнопка вызова и те же характеристики. Ну и, соответственно, за счет возможности осуществления видеозвонков и цена здесь становится немного больше. Но мы идем дальше. Это уже уличный домофон с полноценной клавиатурой. Вы помните, несколько слайдов назад была 18-я модель с одной кнопкой вызова. Здесь внешний фон-фактор примерно такой же, уже узнаваемый козырек, но также оснащение полной клавиатуры. Подробную здесь тоже останавливаться не будем. Перейдем сразу к модели i31s. Все примерно то же самое, но здесь уже есть также HD-видеокамера ночного видения с углом обзора до 120 градусов. Так что видеокарактеристики, думаю, вас тоже приятно обрадуют. Эта модель у нас уже несколько проектов брали для использования, например, в жилых комплексах, для установки в подъездах. Притом далеко не все жильцы в подъезде могут вообще быть заинтересованными в наличии именно видеосигнала. Кому-то достаточно аудиокоммуникации и простой ответной части внутри квартиры, чтобы нажать на кнопку «впустить гостя». Но даже если, например, в среднем получается 20% жильцов интересно получать видеосигнал к себе домой, все равно разница в цене не такая большая, и когда она размазывается по жильцам, это уже просто незаметно. Так что действительно в таких случаях чаще ставят уже сразу именно IP-видеодомофон, закладываются на самые топовые модели, потому что здесь нет смысла экономить. Новинки, которые появились в конце 2019 года. Сейчас уже, наверное, более интересные слайды пошли для зрителей. Если вы знали про предыдущие модели, то это вот то, что буквально только-только начало продаваться. В первую очередь хочу рассказать про модели i16V и i32V. Они практически похожи, кроме незначительных изменений в дизайне, как вы можете заметить, например, в 16-м круглая кнопка вызова, в 32-м она квадратная. Основное отличие – это, соответственно, наличие или отсутствие считывателя RFID-кар. За счет этого появляются две модели и, соответственно, небольшая разница в цене. Модель i32V уже можно протестировать и купить с нашего склада буквально прям сегодня, в любой момент. i16 мы планируем завести до конца месяца, и в ближайшее время они тоже появятся на складах в России. Так что обращайтесь, все можно посмотреть, потрогать, если необходимо лично протестировать и успешно использовать в ваших проектах. Также хочу напомнить, что здесь тоже теоретически присутствует возможность кастомизации. Ну, например, вот эту подпись «Call» можно поменять на что-то другое или на другой язык, но, конечно, не от одной модели, не от одной штуки, даже не от пяти. Если будут конкретные запросы, давайте обсуждать, варианты всегда можно найти. Один из кейсов использования этих моделей, которые предлагает компания «Fanville», вот эта графика непосредственно взятая с презентацией компании «Fanville», или «Fanville», кому как больше нравится, это круглосуточное видеонаблюдение. То есть домофон работает не только как домофон, но и в режиме реального времени передает картинку на какой-то монитор, охраннику, консьержу, диспетчерскую службу, соответственно, также с режимом ночного видения, и можно наблюдать, что происходит на территории. Конечно, это не исправляет и не заменяет полностью. Обычное видеонаблюдение в традиционном плане все-таки угол обзора домофона обычно ограничен, и мы не будем ставить домофон где-то сверху на здании, чтобы охватывать большую площадь, там должна быть все-таки именно камера для этого предназначена, но вместе в включенном в систему видеонаблюдения он будет дополнять и обеспечивать еще большую безопасность и сохранность имущества или людей в зависимости от сценариев использования. здесь также поддержка двух реле, например, магнитных замков, про что уже выше я сказал, ну или, например, внешних читоваселекартов или каких-то других устройств, так что, опять же, сценарий использования могут быть разные, задачи, которые можно решить, тоже разнообразные. Еще одна новинка, на данный момент самый топовый, самый дорогой домофон в линейке от Funvel, это i33V, видео IP домофон с относительно большим LCD-экраном, 128 на 48, уже с 15 кнопками, если вы могли заметить, на предыдущих моделях там было 12 кнопок, ну то есть 10 цифр, разведочка и решетка достаточно стандартная, здесь также добавляются три программируемые кнопки, вот на картинке можете видеть, те, которые обозначены символами SKB. До 2000 RFID-карт можно запрограммировать на это устройство, он достаточно большой, достаточно тяжелый, специальные размеры и вес вывели на слайд, чтобы вы могли оценить, конечно, у него тоже есть режим ночного видения, и необходимо отметить, что у этого домофона есть модификация i33VF, то есть флаж, то есть врезной. Мы пока что ее не поставляем, у нас на складе нет именно врезного исполнения, но под какие-то запросы, если это необходимо, обращайтесь, все можно сделать, цена от этого не меняется. i33V есть на нашем складе, доступен также для тестирования, можете, если вам нужно, буквально после вебинара написать, и мы рассмотрим варианты. Переходим к тоже новой линейке, которая появилась в конце 2019 года, но это уже немножко другие устройства, это именно линейка мини-IP домофонов. Маленькие коробочки, которые присутствуют в трех вариантах. Самый простой это аудио IP домофон i10, с одной кнопкой вызова, он легкий, компактный, работает в помещении, питается попоем, и рекомендованная розничная цена, на него всего 79 долларов. Так что, действительно, отличное предложение, реализующее свои задачи, при этом по весьма приятным, подходящим заказчикам бюджета. И его старший брат i10V отличается наличием встроенной HD-камерой, 1 мегапиксель, ну и, соответственно, цена у него чуть больше. Эти две модели мы уже завозили первые пробные партии, успешно, достаточно быстро их распродали, получили отличные отзывы от наших партнеров и от заказчиков. Все довольны, хотят еще, так что обращайтесь, будем всегда держать их на складе, чтобы они были в наличии, вы могли в любой момент их попробовать и использовать в своих инсталляциях. Также есть у производителя модель i10D, это модель аудиодомофона с двумя кнопками, в вот таком же фонфакторе, ну там две кнопочки. А вот скорее подразумевается для использования уже внутри помещений, внутри некого входного корпуса, например, в гостиничных номерах или в квартирах, чтобы, соответственно, по нажатию одной кнопки можно было принять входящий вызов, если кто-то пришел, вам позвонил, и нажатием второй кнопки открыть дверь. Эту модель мы еще в Россию не завозили, но также думаем, что в ближайшее время она появится. Так что имейте в виду, что такие кейсы тоже есть. Один еще из примеров того, как сам производитель видит возможность использования этих домофонов, это контроль доступа в офис с использованием настольных видеотелефонов. Вот X210i на картинке, который может принимать видеосигнал, подробно про этот телефон чуть позже скажем. Действительно так это может выглядеть, как изображено на слайде. Достаточно много моделей действительно у компании FUNVIL, мы попытались их немножко распределить по группам, чтобы облегчить понимание, и вам проще было осознать, что для чего. Соответственно, мы их делим на домофоны с одной или двумя кнопками вызова и с полной клавиатурой. Также можно их делить по основанию отсутствия или наличия видеосвязи, и третья, на двухмерной картинке распределить сразу по трем и по стасям не получается, поэтому есть подписи внизу, те, которые предназначены для работы в помещении, и те, которые предназначены для работы на улице. То есть вот отсюда от необходимости иметь вариативность во всех трех отношениях, то есть с видео, без видео, с одной кнопкой с клавиатурой, и, соответственно, для улицы и для помещения возникает такое большое количество моделей, но не пугайтесь, все достаточно просто, надо понимать конкретные задачи заказчика, чтобы успешно выбрать то, что нужно, и не переплачивать лишнего. Еще одно устройство, о котором нельзя не поговорить, шлюз-контроллер Funvil PA2. Достаточно давно уже существует на рынке, зарекомендовал у себя, и действительно часто находит применение в разных сферах. Не такая большая розничная цена, это шлюз, который позволяет коммутировать различные устройства, и в каком-то смысле он даже заменяет собой IP-домофон. Если к нему подключить набор аксессуаров по Адвокит, который тоже сейчас будет на следующем слайде, соответственно, можно подключить и кнопку, и динамик, и микрофон, и камеры, и даже аналоговую камеру тоже в него завести. Наверное, вот на такой схеме может быть более понятно, зачем он нужен и как он работает, и, соответственно, встроить его в любой корпус. То есть нет уже какого-то жесткого корпуса IP-домофона, который нужно где-то устанавливать. Можно спрятать эту коробочку в нужном месте, например, в лифте, в вагоне поезда, в каких-то других вариантах инсталляции, и вывести уже необходимые интерфейсы наружу. Вот что входит в как раз набор аксессуаров по Адвокит, это динамик, микрофон, кнопка и IP-камеры. По запросу, конечно, можно добавить еще одну кнопку. Бывают действительно такие инсталляции, когда нужно иметь две кнопки. То есть это вот такая небольшая компактная коробочка, внутри которой еще четыре коробки. Соответственно, в каждой из них можно найти нужное устройство. Вот сейчас мы, например, попробовали открыть кнопку доступа, на которую можно нажать. Вот, примерно так это выглядит. Соответственно, контакты и сама кнопка, которая уже выводится, например, в той же кабине лифта для осуществления экстренной связи. Все, как всегда, у Fanville приятно и компактно упаковано. С этим проблем не бывает. Также в комплекте всегда вы можете найти гарантийный талон и инструкцию. Ну и даже, как и в других домофонах, специальный шаблон, разметка для того, чтобы устанавливать домофоны уже непосредственно в помещении, чтобы удобнее было понять, где что нужно сверлить. Немножко отвлеклись на это лирическое отступление. Пойдем дальше. Опять же, повторюсь про модель PA2. Вот эта графика взята непосредственно из презентации наших китайских коллег на английском языке. Кстати, кому интересно, во вкладке документы здесь, в вебинарной комнате, выложена эта презентация. Можете посмотреть то, как преподносят продукты непосредственно производитель на английском языке. Собственно, здесь я даже не стал переводить какие-то элементы. Также, естественно, во вкладке документы можно открыть презентацию, которую мы сейчас с вами смотрим, и тоже скачать, оставить себе на память или для использования. Ну вот здесь хотел отметить один момент, который преподносит производитель. Это концепция DIY. Вы можете видеть в зеленой стрелочке. Do-it-yourself. То есть, действительно, с помощью шлюза по 2 набора аксессуаров можно оснастить дополнительным функционалом практически любое место, любое устройство, где посетителю может потребоваться связь, или какая-то экстренная связь, или просто связь с оператором, и, соответственно, необходимо иметь также возможность видеонаблюдения. То есть, это паркоматы, станции на автозаправках, какие-то столбы экстренной связи, опять же, лифты и так далее, и так далее. То есть, действительно, можно кастомизировать в разных инсталляциях по-разному, так, чтобы в итоге все это органично и хорошо смотрелось, и решало свои задачи. Таблица сравнения всех домофонов выглядит вот в таком виде. Действительно, наверное, сейчас на видео это все достаточно мелко, но вы можете запросить, мы вам пришлем ее в хайрезе для подробного изучения, что от чего отличается. Ну и она есть у нас в физическом варианте, в новой брошюре, опять же, в которой мы сделали про продукты Funvel, можно посмотреть. Вы можете написать, запросить себе какое-то нужное количество в печатном варианте, если вам это поможет в работе, или, опять же, в разделе документы можете скачать ее просто в PDF и также пользоваться, почитать про различные решения. Если вы недолго готовили, получился такой основательный материал, на русском языке, конечно, так что обращайтесь. Ну или приходите к нам на стенд на выставку Secureka 2020, который будет в апреле, там, конечно же, можно будет также все потрогать и взять все необходимые материалы. которые могут вам пригодиться. Немножко про уже реализованные кейсы. Здесь хочется отметить, что непосредственно на сайте производителя компании Funvel очень удобно реализована возможность посмотреть, где и какие инсталляции уже были. Много очень проектов здесь накоплено. И есть удобные фильтры по регионам, по отраслям. Так что сразу, ну вот, например, как на скриншоте у нас появляется и Почта России, и Белтелеком, и другие-другие организации. Если нужны будут какие-то примеры, какие-то реферальные ссылки, конкретные расчеты, с этим всем всегда также можем помочь. Обращайтесь. Пишите или в чат, или на почту, или в комментариях к видео, где вам нравится, то можете писать, ну или звонить. Таким образом, все вот это вот оборудование, которое мы говорим, решает самые разные задачи. Конечно же, контроль доступа в помещение в первую очередь, но и поспутное видеонаблюдение, связь точка-точка или на несколько абонентов, управление замками, автоматический вызов и экстренный вызов по срабатыванию того или иного датчика, единая приемная на несколько компонентов, компаний, ну и также разграничение доступа днем-ночь. Это все возможно, все эти задачи решаются. Вот в этом смысле в устройствах Funvel реализуется концепция «все в одном», то есть это и обеспечение безопасности, и включение в общую систему телефонии и управления зданием, организацией, помещением, и видеонаблюдение, видеозапись, видеорегистрация и контроль за территорией. Например, за счет независимых видеопотоков можно посылать постоянный поток для наблюдения на четыре устройства, и пятый поток будет зарезервирован для возможности осуществления видеозвонка, что неплохо и не может не радовать. Одна из возможностей, один из примеров, это, конечно, бизнес-центр. в коммерческих учреждениях часто ставят подобное оборудование. Здесь FunVille встраивается в общую корпоративную сеть, основанную, например, на программной DS3CX, которую мы тоже готовы предоставить, с использованием сетевых видеорегистраторов или телефонов, на которые поступает видеовызов, например, тот же самый FunVille X210. Инсталляции в поездах часто встречаются и нам приходят запросы в одном из метрополитенов на территории Большого Советского Союза использовались как раз FunVille PA2 по сценарию, который в правой части слайда обозначен, но могут быть варианты, когда и обычные домофоны встраиваются в корпус вагона для того, чтобы иметь возможность осуществлять связь, например, с машинистом подать экстренный сигнал. В многоквартирных домах, как я уже опять же говорил, часто используются также эти устройства. Здесь даже может быть интереснее сказать о ответных частях. На самом деле жильцы могут выбирать, что им удобнее, как лучше. Какие-то ответные устройства планшетного типа, пока что их нет в нашей линейке, но можно подобрать кого-то из других производителей. IP-телефоны, которые, опять же, либо вешаются на стенку, либо, собственно, стоят где-то в прихожей, которые можно использовать и просто как телефон куда-то звонить. Это могут быть простые модели трубки, похожие на привычные нам ответные части домофонов, например, FANVIL H2 или трубки от IP-MATIC и какие-то любые другие-другие. Также, конечно, это могут быть мобильные приложения, здесь возможности в целом неограничены. Немножко другая визуализация того, как это может происходить, может быть, так будет интереснее и проще рассмотреть детали. Возникают разные случаи того, как жильцы хотят, чтобы была возможность войти к ним в здание. Часто в каких-то более элитных жилых комплексах, таунхаусах стоит задача как раз ставить домофон без полноценной клавиатуры, без возможности набрать номер квартиры и позвонить, чтобы жильцов никто не беспокоил, а только вход по карточке для жильцов, которые здесь живут, и, соответственно, возможность нажать на кнопку домофона, чтобы связаться с охранником или с ресепшеном, чтобы там дальше уже они решали, можно зайти к какому-то пустителю, нельзя, единственное список, или это какая-то служба доставки и так далее, и так далее, чтобы обеспечить комфортное проживание в этом плане, чтобы никто не беспокоил с улицы жильцов. В частном секторе, конечно, применение также возможно, и такие случаи есть, здесь также могут использоваться различные симптомофоны с, опять же, перенаправлением вызова на персональное устройство, например, ноутбук, смартфон или планшет. Опять же, немножко другая визуализация решений для частного сектора, здесь хотим, во-первых, показать, что не только домофон может использоваться даже в таких решениях, но и, конечно, другие устройства, например, DEC-телефон E-Link, камеры, которые мы поставляем, где-то в основе этой сети может быть использована самая маленькая АТС и АСТ-РС-20, ну и, конечно, по коммутации тоже здесь необходимо предусмотреть. Один из других кейсов использования тоже уже у нас есть реальные примеры, надеюсь, что про один из этих российских небоскребов у нас получится рассказать в этом году подробно и во все услышание. Это использование в лифтах. Часто в лифтах не так много пространства, не должно что-то излишне выпирать, поэтому накладные, дымофоны и панели вызова, экстренной связи не всегда можно использовать. Соответственно, здесь можно уйти в сторону каких-то моделей с врезным или совсем компактным корпусом. Например, вот i33V, про который мы говорили выше, слишком большая, слишком тяжелая, слишком дорогая, непонятно, зачем столько много кнопок, именно в случае с лифтом нужно. i10, да, теоретически можно. Можно использовать врезные вызовные панели от GNDAR, которые без функции домофонии, это наш другой бренд, можете посмотреть у нас на сайте, но они тоже не всегда, например, подходят по цене. А вот использование Fanville PA2 вместе с выше обозначенным набором аксессуаров в этом случае прекрасно решает задачу заказчика. Как и обещал несколько слайдов про телефон X210i, он прекрасно интегрируется и ложится во всю эту концепцию обеспечения безопасности и контроля доступа. Это продвинутый IP-телефон со всеми необходимыми характеристиками, кабитными портами, возможность создания конференции, Bluetooth-модулем и так далее, и так далее, все, что мы привыкли видеть в топовых IP-телефонах. Здесь нужно отметить несколько деталей. Во-первых, три дисплея, основной достаточно большой и дополнительные дисплеи с программированными значениями, куда можно занести много значений, что, опять же, удобно для консьержей или охранников, например, чтобы они всегда могли позвонить в квартиру в случае экстренной ситуации или в офисе также в любое из помещений. И наличие микрофона гусиная шея. Соответственно, в хорошем качестве можно в любой момент нажать на кнопку поговорить и, соответственно, пообщаться с каким-то конкретным абонентом или сделать оповещение по всей территории или по какой-то выборной группе абонентов, что очень удобно для каких-то диспетчерских центров, для супермаркетов, школьных помещений. Наверное, в голове сразу возникает картинка из фильмов, сериалов, когда часто что-то говорят в подобный микрофон, чтобы донести до людей информацию. Например, в «Карнавальной ночи» было что-то похожее, хоть это и было много десятков лет назад, по своей философии. Интегрируется этот телефон в своей работе опять же с домофонами Funville и с IP-камерами, такими как MailSite или других производителей, но все-таки сейчас мы больше именно про домофоны говорим. Соответственно, например, при нажатии на кнопку домофона на заранее запрограммированный номер на этот телефон может прийти вызов, и появится видеокартинка. Этот телефон 210-й, он не является видеотелефоном, работающим две стороны, то есть у него самого нет камеры, он может принимать видеосигнал, поэтому в таких решениях он идеально ложится, и на достаточно большом экране, опять же, охранник или кто-то внутри помещения может получить картинку, посмотреть, кто пришел, и, соответственно, открыть или не открыть дверь. и еще один частый вариант использования, опять же, графика, взятая именно от моих китайских коллег из их презентаций, это дистанционное управление домофоном и шлагбаумом. В случае, если в какой-то причине не может заехать на территорию автомобиль, карточку свою забыл, какие-то проблемы, или это просто вообще приехало такси какой-то сторонний, можно нажать на кнопку на домофоне, позвонить, опять же, охранник увидит картинку с этого устройства и сможет принять решение и открыть или не открыть шлагбаум. И, как мы уже заметили, режим широковещательного оповещения, то есть в этот телефон можно говорить не только в трубку, но и в микрофон, имея при этом свободные руки. Вот, опять же, в примере из брошюра производителя это школа, как частый вариант использования, но, конечно, далеко не только в школах используются подобные решения. А вот возникает действительно вопрос, как же это оповещение происходит, какие устройства используются, какие спикеры используются. Мы предлагаем SIP громкоговоритель для массового оповещения Fanwheel IW30. Это достаточно компактная колонка, которая может устанавливаться где-то на стенах или в углах, на потолке. Это, в принципе, не важно. И даже вне помещений для того, чтобы организовывать передачу информации, в том числе экстренного оповещения. Эта колонка не предназначена и не является ее основным предназначением проигрывания музыки. То есть сценарии, когда, например, в супермаркетах в фоновом режиме играет постоянно музыка, а в случае необходимости идет объявление о том, что Галя, пройдите на третью кассу, это все решаемо. Но не стоит ждать от нее какого-то превосходного, непревзойденного качества музыки, как у устройств специализированных именно на этом. И призываем вас в случае необходимости подобных задач прочитать статью на нашем сайте, вот ссылка приведена на слайде, о том, как организовать мультикасс вещание с помощью этих колонок. Специально подготовили такой материал. И пожалуй последний слайд на сегодня. В принципе эта информация не соотносится с большой заявленной темой, но просто нельзя обойти и пройти мимо. Еще одна новинка от Fungle представлена. Такой вот новогодний зимний красный телефон. Если есть необходимость купить телефон не в стандартных цветах, а именно красного цвета, то обращайтесь мы хотим начать их поставлять. Возможно вы знаете про модель X5U, качественный зарекомендовавший себя IP-телефон. Собственно вот эта модель X5U Air отличается только красным цветом и немножко ценой. По своей философии конечно это не просто какой-то подарочный телефон или чтобы выделиться, хотя тоже почему и нет, возможно кому-то из директоров захочется поставить себе такое необычное устройство. В первую очередь он предназначен для мест где опять же нужна какая-то экстренная реакция, где могут происходить какие-то неприятные случаи, например станции скорой помощи, опять же диспетчерские пункты, станции спасателей, диспетчерские службы в аэропортах и так далее, где телефон должен быть ярким, привлекательным, чтобы он все время был на виду и можно было даже в стрессовой ситуации, легко сориентироваться, взять трубку и попросить о помощи. Вот, наверное, на этом все. Как обещали, в 40 минут уложились, пожалуй, информации много, думаю, вам ее нужно будет переварить, обдумать, если будут какие-то дополнительные вопросы, задавайте сейчас в чате или пишите в комментариях, или просто пишите мне на почту, звоните по телефону, всегда рады пообщаться, спасибо всем, кто присутствовал, кстати, могу открыть небольшой секрет, у нас в чате должен присутствовать представитель компании Funville, Григорий, так что, если вы хотите прямо сейчас не упустить возможность поговорить непосредственно с производителем, задать какой-то вопрос, вы можете попытаться это сделать. Всем спасибо за реакцию, мы, наверное, сейчас отключим звук и микрофон, но еще несколько минут последим за чатом, если у вас, может быть, вдогонку возникнут какие-то вопросы, то обращайтесь, если нужны будут какие-то материалы, также пишите, звоните, можете скачать из раздела документы, ну или сами можем поделиться, например, часто приходит запрос, покажите, как непосредственно работает режим день-ночь на домофонах. Такое демо-видео у нас подготовлено, если нужно, будет обязательно поделюсь, так что не стесняйтесь. Все, всем спасибо, до свидания, еще несколько минут за чатом последим, чтобы ответить на ваши вопросы.